В классическом университете проходит 4-й международный биотехнологический форум «Биоазия Алтай». В Барнаул съехалось свыше 250 участников из 60 городов. Темы разнообразные, но особенно выделяется доклад о попытках ученых изменить репарацию или восстановление ДНК во время онкологии. То есть сделать так, чтобы ДНК не множило зараженные участки, а было более качественным. Когда человек заболевает, и в этом случае механизмы репарации играют напротив вредную роль, потому что в этом случае они препятствуют действию химиотерапии, радиотерапии, которая направлена на введение разрушения именно в структуру ДНК. Укрепление здоровья и улучшение показателей аграрного сектора – одни из главных направлений в работе алтайских ученых. Подтверждает это работа магистрантов и профессоров АГУ. Мы уже порядка двух лет реализуем проект по развитию ферментной линейки и отечественных препаратов. Также у нас и по заказу инстриальных партнеров реализуется проект в области клонального микроразмножения. Речь идет о размножении саженцев хмеля для пивоваренной отрасли. Поскольку алтайский край – житница Сибири, не обошлось на конференции без доклада касательно земель, конкретно их окисления. Из-за этого процесса почва теряет плодородие. Исследования говорят о том, что в предгорной части деградация культурного слоя минимальна. А если говорить про регион в целом, то картина чуть серьезнее. Процент пашни, который подвержен кислотности, вырос за 60 лет где-то порядка на 8%. Сейчас он порядка 29,6% от всей пашни. Развивается наука в крае не только за счет энтузиазма ученых. Правительство ежегодно помогает с грантами и финансовой стороной вопроса. За 6 лет на 52 миллиона рублей были поддержаны разработки наших алтайских ученых. Из них на 32 миллиона – это средства правительства Алтайского края, краевого бюджета. И одна треть почти – это средства наших промышленных предприятий, которые заинтересованы в разработке современной биотехнологической продукции. Сейчас основной тренд по всей России касается практических, а не теоретических исследований. Кстати, в целом траты государства на науку в 2023 году увеличились по сравнению с 2022 годом, но незначительно. Правда, по плану бюджета, скоро они вновь должны снизиться, при том существенно. Анастасия Драган, Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.